Здравствуйте! 12 марта 1947 года поселку Красноармейский был дан статус города. Нашему Красноармейску в этом 2017 году исполнилось 70 лет юбиляры. И поэтому краеведческая экспозиция городского дворца культуры совместно с интернет-порталом города выпускает серию телеочерков. Об истории города, об истории создания улиц города и, конечно же, о тех людях, которые прославили наш город. Поверьте, у нас с вами богатая история и нам есть чем гордиться. Вдалеке от дорог оживленных город мой своей жизнью живет. Речка и вори пересеченные хорошеет и дальше растет. Его гордость, конечно же, люди, что прославили край мой родной своим даром, талантом, умением и широкой русской душой. Чередуются пусть поколения, пусть проходят года и века, но покуда их помним и ценим, будет память о них жить века. Итак, наш город прославили в разные годы люди. Им было присвоено, заслуженно присвоено звание почетный житель города. И сегодня наш рассказ будет именно о них. Ольга Ермиловна Логодина родилась в 1877 году. В 12 лет уже пришла работать на фабрику товарища с Вознесенского мануфактуры Семена Лепешкина и сыновей. И проработала на фабрике, которую очень часто в народе называли кормилицей, всю свою жизнь. Фабрика стала для Ольги Ермиловны вторым домом. В 1900 году с 8 по 13 марта бастовали ткачьи фабрики, требовавшие увеличения заработной платы. Среди них была и Ольга Ермиловна Логодина, активная участница становления советской власти на фабрике. Она была избрана делегаткой первого профсоюзного съезда страны. Прожила нелегкую, но интересную событиями жизнь. Звание «Почетный житель города Красноармейска» было присвоено Ольге Ермиловне, когда ей исполнилось 95 лет. Ольга Ермиловна Логодина – почетный житель города Красноармейск. Фёдор Максимович Беликов родился в 1896 году. В 12 лет пришёл работать на фабрику Вознесенской мануфактуры товарищества Семёна Лепёшкина и сыновей в должности съёмщика. В 1917 году вступает в ряды Красной Армии. Фёдор Максимович служил рядовым в первом московском революционном отряде по борьбе с контрреволюцией. В августе 1918 года был направлен в военно-продовольственный отряд, снабжавший Красную Армию продовольствием. Участвовал в становлении советской власти и борьбе с кулачеством в Астраханской губернии, на Дону и на Урале. После продолжительной болезни в 1922 году вернулся работать на фабрику имени Красной Армии флота. Участник Великой Отечественной войны. Награждён Орденом Славы Третьей Степени, медалью за отвагу и многими другими наградами. После возвращения с фронта работал начальником отряда пожарной команды фабрики имени Краф. Фёдор Максимович Беликов – почётный житель города Красноармейск. Клавдия Ивановна Грибкова. Родилась в 1923 году. В апреле 1941 года пришла работать на фабрику Краф. Самые тяжёлые месяцы Великой Отечественной войны в сентябре-октябре 1941 года участвовала в строительстве оборонительных рубежей под Москвой. После ухода на фронт помощника мастера с комплект отрастильных и модельных машин встала на его место и оставалась на этой должности на протяжении многих лет. За время работы на фабрике Краф обучила профессии помощника мастера пятерых человек. Бригада Клавдии Ивановны Грибковой – дружный и слаженный коллектив. Бригада ежемесячно перевыполняла плановые задания. За высокие производственные показатели и общественную деятельность бригаде было присвоено званием «Бригада коммунистического труда». В течение пятилетки бригаде 26 раз присуждалось переходящее красное знамя как победителю соцсоревнования. Имя Клавдии Ивановны занесено в книгу почёта. Присвоено званием «Мастер умелой руки». Она награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, юбилейной медалью за доблестный труд. Клавдия Ивановна Грибкова – почётный житель города Красноармейск.